Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! На прошлой неделе у меня в голове возник один очень странный вопрос. А почему это мы своих любимых женщин поздравляем и дарим им цветы и подарки только один раз в году, на 8 марта? Нет, вру, два раза в году, еще на день рождения. Ну или особо злопамятные из мужиков еще с днем свадьбы их поздравляют. А ведь мы же должны их холить и лелеть, причем каждый день и желательно круглосуточно. Они же нас и кормят, и поят, и обстирывают, и обглаживают, и делают умнее, и от невзгод всяких прячут за своей спиной или под своей юбкой. Но это, конечно, кого как, в зависимости от роста, веса и степени нашего мужского героизма. Вот такой вот странный, но вполне закономерный вопрос возник у меня в голове. А уже после этого, все в той же голове возникла мысль. А не сочинить ли мне для наших любимых женщин внеплановую песню? Не к 8 марта, а прямо сейчас, посреди хмурого ноября. Причем песню очень романтичную, блюз какой-нибудь, ну или просто медлячок, чтобы пробивал аж до слез. Чтобы все было не только романтично, но и очень возвышенно. Как у того взрослого мужика из телевизора, что поет «Медлячок, чтобы ты заплакала». И я, не откладывая эту задумку в долгий ящик, сел и сочинил такую песню. Потом ее отаранжировал, сыграл, спел, свел и снял клип. Честно скажу, я не пожалел на это благородное дело аж целый рабочий день. И причем без всякого постороннего спонсирования. Женщины, я надеюсь, оценят мое благородство и альтруизм. Назвал я свою песню тоже очень романтично. «Не станет счастье общаться с маской». Но эта песня не о коронавирусных масках, в которых мы вынуждены сейчас ходить. А о тех психологических защитных масках, которые мы постоянно надеваем на себя, чтобы кто-нибудь посторонний и случайный, не дай бог, не проник в нашу душу и не поранил ее в очередной раз. Вот сегодня я анонсирую вам клип на эту песню, которая прозвучит в эфире в среду 18 ноября. С прекрасным осенним днем вас, дорогие женщины, любительницы рок-музыки!